Всем привет! Меня зовут Игорь Хмур и вы смотрите седьмой телеканал, на котором настало время охмурительных историй. Представьте себе, что вы мэр Одессы. Прямо у стен же до вокзала есть старинная Старосиная площадь. Ее фактически оккупировали стихийные торговые точки и наливайки. Одесситы негодуют. Что делать? Как по мне, вполне логично подсуетить все законные рычаги власти и убрать это дело к чертовой матери. Пострадают коммерсанты? Ну так не надо было носить свои деньги непонятно кому, кто называет себя хозяином чего-то там. И вообще, хватит уже называть бизнесом топорную спекуляцию. В чем идея стартапа Старосиной? Поехать на седьмой километр, купить пару ростовок самых дешевых маек или коробку паленых DVD, привезти весь этот эксклюзив поближе к ленивым покупателям и продавать в 3-4 раза дороже? Ну это мы так думаем, черни-крепаки. Потому что наша цель превратить Старосиную площадь в площадь, а не мини-филиал привоза со всеми вытекающими и заливающими. А что если бы нам хотелось не просто облагородить эту территорию, но и слить землю под ней своим друзьям? Согласитесь, пару гектаров в самом-самом центре Одессы это более чем вкусно. Но площадь, которая просто площадь и парк, частнику неинтересна, слишком хлопотно и дорого все потом станет. Построить гостиницу, торговый центр или пару кабаков гораздо проще на костях обанкротившегося или сгоревшего мини-рынка. А как красиво пылали турбазы в затоке, когда надо было отжатую землю от остатков казенного освободить, мы прекрасно помним. Но вернемся к Старосиной. Сейчас я объясню, к чему было все вышесказанное. И дабы избежать упреков в неправдивости источников, я использую сайт мэрии. Осень 2013-го. Геннадий Труханов пока еще не мэр. Он народный депутат Украины от партии регионов и решает свои дела в основном в Киеве. Тем временем в Одессе управление торговлей в полный рост переобелечивает коммерсантов при помощи расширенных полномочий. В октябре исполком решает, пришло время Старосиной. Но обратите внимание хотя бы на заголовок. В Одессе от некапитальных пунктов торговли полностью освободят Старосиную площадь. Заметьте, ни слова о мини-рынке, павильонах, предпринимателях и прочем. Вся эта сердобольная чушь появилась позже. Вот вице-мэр Янчук заводит песнь о встрече с озабоченными предпринимателями. При этом в новости нет фотографий ни Янчука, ни предпринимателей. Зато есть волшебное словосочетание «создание рабочей группы». Но и слово «реконструкция» начинают комбинировать со словом «благоустройство». Запомните этот момент. А вот и первое заседание рабочей группы. Оно прошло буквально через два дня после ее создания. Умеют торопиться, когда надо. Обратите внимание на фото. Здесь уже и сам вице-мэр, и предприниматели, и даже какие-то общественники вписались. Согласитесь, как-то не похоже эта могучая кучка на легион негодующих акул малого бизнеса. Но прецедент есть, а большего и не надо. Летом к делу активно подключается мэр Труханов. Буквально через две недели после выборов его исполком принимает некую комплексную схему. Дальше поиск, по слову Старосиной, выдает целый ряд новостей о демонтаже ларьков и павильоном. При этом те наливайки, которые больше всего и пугали одесситов, прожили дольше всех. Например, вот этот чудо-шатер с грушей-силомером убрали аж зимой 15-го. Но любят наши чиновники воевать с летними площадками в мороз. Закаленные ребята. Летом 15-го слово «благоустройство» буквально заполонило новостную ленту с сайта мэрии. При этом нам обещают, банкета платит город и кто-то еще. Кто именно, не говорят. Параллельно в мэрии забывают, из-за чего, собственно говоря, весь этот сыр-бор и затеяли. А я напомню. В Одессе от некапитальных пунктов торговли полностью освободят Старосиную площадь. Но спустя два года речь зашла о неком торговом комплексе и мини-рынке. Чувствуете разницу? Интересно, что о тех горе-предпринимателях из рабочей группы все забыли. Им плевать, что горе-торговка китайскими трусами по 3 рубля за штуку не сможет себе позволить аренду такого магазина. Мавр сделал свое дело, Мавр может голодать. В итоге в день города мэр с помпой открыл обновленную Старосиную площадь. Ну как с помпой? Привез всеми забытые караокки на Майдане и наобещал еще кучу-кучу благоустройств. Но Труханов забыл рассказать или спеть о том, что за пару месяцев до открытия все это дело отдали частнику на 25 лет. Да, вы не ослышались, ваша обновленная площадь больше не ваша. В июне компания Advancement получает 2,5 гектара по адресу Старосиная 1А в аренду на четверть века, что в наших реалиях фактически означает навсегда. Помните, я ранее акцентировал внимание на оплате банкета, мол заплатит город и кто-то еще, так теперь не жалуйтесь, бесплатный сыр закончился. Вы спросите, как же так, почему, за что? Нет, Господи, пожалуйста, нет! Нет! Ранее этому участнику отдали в аренду на пару лет заброшенный сортир и остановку на Старосиной отдали без конкурса. Ведь даже по учредителям компании видно, ребята достойны доверия. Конечно, мы заботимся о безопасности наших денег и вкладывать их в какие-то аферы никогда не будем. Целых два кипрских офшора гарантировали это дело целыми двумя тысячами гривен, но еще два физлица сбросились по 250 гривен. Я так понимаю, чисто ради прописки, чтобы не фигурировал один лишь Кипр. Но даже здесь мэрия не смогла не спалиться. Украинская служба информации в конце июня пишет, что это физлицо напрямую связано с владельцами привоза. А вот более свежий скриншот. Здесь физлица уже сменили, но опять-таки без спалива не обошлось. Молодой человек из Николаева также фигурирует в списке учредителей компании Монополиста на парковочном рынке Одессы. Мэр делает вид, что подарила дисситам благоустроенную новую площадь, а на деле ее получили киприоты. Вот и доверяй потом таким делам. Да и сама реконструкция уже замешана на крови. Вот на сайте мэрии пишут, что плитка и живая изгородь отлично сочетаются. Но забывают упомянуть о том, что серые металлические рельсы и плитка фактически сливаются воедино. При этом никакого реального ограждения между торговыми рядами и трамвайной линией нет, а угол обзора закрывают новые торговые павильоны. В итоге, через месяц после открытия по трамвай попадает ребенок. Позже он скончался в больнице. Информационное пространство массово накачивает сомнением, мол, сами себя, мать виновата, не углядела. Впрочем, такой цинизм мэрии не в новинку. Ранее в шахте лифта погиб другой ребенок. Тоже погиб на глазах у матери. Лифт пришел, и там был лифтер. У нас красиво. Можно ли на лифте поехать? На какой этаж? На третий? Да, конечно. Она, порядка широкая, она не могла найти, ну, как мы всегда двери открываем, чтобы на холм держал ей дверь. Порядка зашла, она, ну, как бы, не помню, там, встала одной ногой, встала, ну, и все сразу поехало. То есть двери даже не закрылись. Обвиняем, не обвиняем, но, наверное, извините, если человек бросается под поезд, можно обвинять машиниста в том, что он не предусмотрел. И так у них во всем. Опять власти с народом не повезло. А помните ту адскую пробку с Паскота, когда проезд на пересыпи закрыли? Так вот, Труханов сказал, что надо было выехать всего-то на часик раньше, но вам было лень. У нас все говорят, что нам нужно эту трассу сделать, но как только мы приступили к ее, и надо заранее за час выехать на работу или постоять немножко в пробке, этого не хотят. Резюмируем. Нам обещали убрать торгашей с площади, но в итоге мы получили новый мини-рынок прямо возле привоза. И то, получили его не мы, а друзья мэрии. Такое вот благоустройство. И знаете что? Это еще не конец. Недавно мэр заговорил про благоустройство заброшек на Приморской, там, где таможенная площадь. И опять все фразы, как под клише. Бомжатня, разруха, бомжатня, разруха. Что мы получим в итоге, покажет время. Ну, как минимум, споем вместе с мэром караоке на открытии. Ведь это для вас сейчас самая главная насущная проблема, не так ли?